В Твери началась масштабная реконструкция памятника культурного наследия. В Аваевской богодельни, которая много лет простояла в забвении и успела потерять свой уникальный облик, начались реставрационные работы. Уже известно, как будет выглядеть здание после ремонта, какие утерянные элементы декора будут восстановлены и какая судьба ждет стены бывшей богодельни в сюжете нашего телеканала. Реконструкция здания началась не так давно, но сделано за эти месяцы достаточно много. Демонтаж пола на первом этаже некоторых перекрытий, вывоз строительного мусора, копившегося веками в подвале. Но впереди еще большой фронт работ. Фасад здания, который много лет пугал прохожих своей мрачностью, ждет преображения. Готическая башенка наверху, которая придает зданию загадочный и величественный вид, изначально выглядела несколько иначе. И ей вернут прежний облик. Будет восстановлена историческая крыша с историческими щипцовыми слуховыми окнами, с щипцовыми завершениями, будет восстановлен шатер над Эркером. После нескольких десятков лет активной эксплуатации, а затем простое Тверское Ласточкино гнездо, требует капитального ремонта не только снаружи, но и внутри. Из-за постоянных перепланировок, дверных и оконных проемов, пробитых без соблюдения технологий, нужно укреплять несущие стены. В ближайшее время здания бывшей богодельни должны посетить археологи. Им предстоит определить, не хранят ли в себе стены сенсационной находки. Пока рабочие обнаружили стеклянные банки с остатками неизвестных жидкостей в куче старого строительного хлама. На полтора метра строительного мусора откопали здесь. И мало того, откопали и нашли лестницу, которая по проекту есть, но ее не было на самом деле. Под толстым слоем вековой грязи на стенах лестницы прячутся уникальные элементы декора. Это единственное во всем здании место, где они сохранились. В других помещениях время не пощадило лепнины. Вот что осталось, так сказать, с первой еще владелец, который строил, нашел осуществленный гнездо, декор 19 века. И обкопали центральный вход, был вот где это окно. Находился центральный вход, и выходил на улицу Крылова. Вот видно здесь две ступеньки, которые откопали сейчас строители. Изначально по проекту 19 века парадная была именно здесь. Второй вход появился уже позже, когда жилой дом был отдан под общественное здание, в котором требовалось наличие двух входных групп. Именно таким в непривычном для России 19 века готическом стиле этот особняк возвела Варвара Копылова на месте сгоревшего небольшого частного домика, которым в свое время владели дворянин Татищев и ресторатор Гальяне. Позже это здание выкупило Тверско-земское управо на деньги Тверского мецената Василия Петровича Аваева. Аваев завещал на свои средства организовать богодельно. После революции в стенах, где встречали старость и смерть, нуждающиеся старики и инвалиды открыли увеселительное заведение. В советские годы там также был какое-то время приют. Потом дом переоборудовали под коммунальные квартиры, которые жильцы занимали с 90-х годов прошлого века. Последние несколько десятилетий здание пребывало в забытье и начало порастать не только пылей, но и легендами. Говорят, что скульптур, который построил в Ялте ласточкиное гнездо, оно было построено на 30 лет позже, чем наше ласточкиное гнездо, проезжая из Санкт-Петербурга в Москву, останавливался в Твери и увидел этот замечательный дом. Он отложился у него в памяти, когда он строил в Крыму ласточкиное гнездо, он восстановил свою, так сказать, зрительную память и использовал эти элементы при строительстве ласточкиного гнезда в Крыму. Не так давно за него взялся инвестор, был разработан план проекта и начались строительные работы. Под какой вид коммерческой деятельности планируется использовать здание бывшей богодельни, пока неизвестно. Предположительно, там может разместиться ресторан или отель. Мнение граждан на этот счет расходится. Одни за, другие против. Третьи высказывают идеи, что там может быть. Все-таки это достояние государства, наше искусство, наша история, наша архитектура. А если мы будем все отдавать в частные руки, а что же тогда государство это будет, наше общее. Непрофильные активы должны быть передать в частные руки. Я бы предложила музей-трактив со старыми рецептами, с национальной кухней, со старыми традициями. Сейчас это очень модно. Тем не менее, отель, ресторан, магазин – не самая худшая судьба для старинного здания. По крайней мере, туда снова вернется жизнь и закипит работа. Это гораздо лучше, чем забвение и мрак, которые окутали его в последние годы. Через сколько именно город увидит здание в первоначальном оригинальном облике, укрепленный и безопасный, говорит точный архитектор, разработавший проект Ольга Петрачинина, не берется. Фасадные работы можно производить только в теплое время года. Поэтому вполне возможно, что реконструкция может занять не один год.